На выходных в Венспилсе в Доме ремесел восьмой раз прошел традиционный день в Энтони. Особенность этого мероприятия заключалась в этом году в том, что оно проводилось с Петера Диена. В этот раз во дворе Дома ремесел выбирали лучшую хозяйку в Энтони. Каждый год мы думаем, как разнообразить это мероприятие, сделать его еще более интересным. Выступали у нас театральные коллективы из района, но они исчерпали себя. Нужно было придумать что-то другое, поскольку в этом году у нас в Доме ремесел тема «Кулинарное наследие». У нас проходили различные мастер-классы, и они продолжатся. Пришла вот такая идея о соревновании за титул самой настоящей хозяйки в Энтони. В этом кулинарном конкурсе решили принять участие три хозяюшки. Правда, они вначале сомневались в своих силах, ведь они кулинарному искусству нигде не учились. Но в конце концов, все-таки решились посоревноваться друг с другом и приготовить вкусные и недорогие блюда на радость участников и посетителей Дня в Энтони. Задание у них как для хозяек на селе – что-то приготовить, развлечь гостей, показать себя, и, конечно же, все это на языке в Энтони. Сейчас они борются за главный титул. Тот, кто получит титул, самая настоящая хозяйка, будет награжден призами, фартуком и книгой в Энтони, которая недавно была издана. Хозяюшки готовили в этот день закуски из рыбы и добавляли в блюдо свое хорошее настроение и неповторимое чувство юмора в Энтоней. В Энтони очень острый на язык. Они не думают, как бы кому угодить. Они что думают, то и говорят. Здесь у нас шпроты и огурцы, которые вырастили и дали нам с собой родители, и хлеб испеченный. Хлеб, из которого мы можем что-то приготовить. У нас нет ни коров, ничего такого. Мы используем только то, что есть. У нас тут селедка. Как говорят в Энтони, селедку, конечно же, лучше есть с творогом, простоквашей, с картошкой. Разве нет? Но поскольку мы это сделать здесь не можем, мы ее делаем с хлебушком. Вкусно. Ну-ка давай, сними пробу, возьмем из большого блюда. Ну как? Наша ведь самая лучшая, разве нет? Ну, конечно, по рецептам что-то от бабушки, что-то друзья рассказали, что-то сам придумаешь. Все это собрала вместе на эту встречу. Самое-самое вкусное. Конечно, все самые лучшие рецепты из прошлого. Людей, говорящих на диалекте в Энтони, к сожалению, осталось не так уж и много. Поэтому так важно сохранить этот язык, самобытную культуру и традиции. День в Энтони закончился дегустацией закусок, веселыми шутками и розыгрышами. И уже через год они снова соберутся для того, чтобы познакомить нас с культурой в Энтони, удивить нас и подарить нам хорошее настроение.